Здорово! Как вы поняли, сегодня я обучу вас этому очень простому и классному фокусу с картами. Этот фокус очень чистый. Мы можем дать зрителю перетасовать колоду, это не имеет значения. Но если вы хотите показать этот фокус с красивым проявлением четырех тузов, то тогда мы делаем укомплектовку, так как это вам нужно для проявления. Если нет, дали зрителю перетасовать колоду, он все перетасовал и отдал нам колоду для показа. Теперь мы просим зрителя выбрать абсолютно любую карту. Как всю жизнь это считалось, оно так есть и так оно всю жизнь будет, что четыре туза это как эффектность. И для этого фокуса мы должны знать и вообще иметь в колоде четыре туза. Просто есть многие колоды теряют какие-то карты. Но вот если у нас нет четырех тузов, берем другие карты. Если же есть четыре туза, то они должны у нас быть в колоде обязательно. Итак, вот у нас попалось десять буби. Может попасться, что у нас зритель выберет одного из тузов. Это не проблема. Если это принципиальный вопрос показывать с тузами, то что мы делаем? Зритель выбрал туза, мы показываем абсолютно другой фокус. Мы его показали, туза забыли. И сами начинаем показывать уже с другой картой фокус, чтобы это было не туз. Если же вам это не важно, туз, не туз, тогда мы просто берем. Зритель выбрал туза, мы выбираем там, например, четыре короля, четыре дамы, четыре вольта, без разницы. Но самое главное, чтобы эти карты были четыре штучки. Вот, к примеру, у меня хорошо попалось, это не туз. Зритель запоминает эту карту, мы ее не видим. И теперь мы контролируем любым способом эту карту наверх. К примеру, самый такой примитивный способ, мы ее засовываем в центр, далее мы ее засовываем под наклончиком, у нас вылазит здесь край. И теперь мы надавливаем на этот край, у нас карта залазит в центр, но у нас образуется брейк. И вот в этом брейке, вот наша четыре, ай, десять, десять боби. У нас она на брейке находится. Дальше мы берем сверху, все снимаем. Первый раз подсняли, второй раз подсняли и третий раз. Как мы понимаем, здесь боби сверху. Далее, нам необходимо теперь выбрать четыре туза. Сразу советую посмотреть последние карты перед открытием. Если у нас здесь десять есть, и следующая карта не туз, тогда мы можем открыто выбирать при зрителе все четыре туза. К примеру, у меня были такие моменты, когда один из тузов, он был предпоследний, то есть перед картой зрителем. И даже всем понятно, что если бы я в данный момент вот так вот раскрыл карты, зритель бы сразу увидел свою карту. Поэтому, если у вас туз на втором, на третьем месте, то я советую сделать так. Вы посмотрели, здесь туз, тогда вы говорите. И сейчас я выберу четыре случайные карты. И вы начинаете вот таким вот образом пролистывать, чтобы зритель не видел этого всего. Вы дошли до этой карты, вытащили туза, положили все, ну, подровняли, и зритель не видел свою карту. Поехали дальше. Далее у нас идет ложное подснятие. Мы показываем зрителю четыре туза. Можем дать в руки проверить. И отсчитываем одну карту, делаем на ней брейк. Кладем все эти четыре туза сверху. Теперь начинаем слистывать. Но мы берем с брейка уже слистывать вместе с десяткой, с картой зрителя. Мы слистываем, называя все карты, то с буби, то с пик, то с черви. И далее две карты мы кладем сверху и показываем туз кресте. Слистываем все эти четыре карты. У нас уже один из тузов остался в стороночке, на колоде. И теперь мы видим такой порядок. Туз, туз, карта зрителя и туз. Она третья. Слева, вторая справа. Теперь нам нужно абсолютно любым способом навязать именно карту зрителя. Самый простой способ навязать, это попросить его назвать любое число от одного до четырех. У меня в 97% случаев, их было очень большое количество, зритель говорит число 3. Не знаю, с чем это связано, но он реально говорит число 3. Если он говорит число 3, мы отсчитываем на его глазах раз, два, три. И откладываем эту карту, попросим его положить сверху руку. Если же, это мы чуть-чуть дальше разберем, он выбрал карту, 3 мы отсчитали, положил руку и мы показываем. И здесь нужно, также еще советую, для эффектности называть масти. У нас есть туз крести, туз черви, туз пик. Если человек, если зритель, которому вы показываете фокус, он разбирается в картах, хотя бы на минимальном уровне, знать хотя бы масти и какие бывают карты, то у него сразу же в голове он сам себе проговаривает. Туз, буби. Не хватает туза буби. И понятно, у него уже в сознании происходит логическая цепочка, что туз, буби здесь. На самом деле здесь его карта. Но мы говорим, ну давай, ладно, смотри на эту карту, он смотрит здесь, пожалуйста, его карта. Это очень эффектно выглядит. Мы обещаем зрителю одно, а выходит совсем другое. Хорошо. Если же у нас, например, карта вот здесь, вот, зритель говорит число 2. Здесь очень тонкий такой вот момент. Нужно обязательно не говорить зрителю, с какой стороны мы будем отсчитывать эти карты. То есть, к примеру, если мы сказали, мы отсчитывать будем слева, скажи, любую карту от 1 до 4, тогда, если он скажет 2, это будет плохо. Мы должны будем отсчитывать отсюда 1, 2. Поэтому мы не уточняем, с какой стороны будем отсчитывать, и получается, мы манипулируем так, как это нам выгодно. Нам нужно навязать вот эту карту. Вот он сказал цифру 2. То есть, мы уже отсюда не отсчитываем, а отсчитываем справа. Раз, два, пожалуйста. Это карта. Но, тогда вопрос, если зритель сказал число 1. Здесь еще проще. Вы говорите, он говорит число 1. Вы берете, читаете любую карту, либо отсюда, первую карту, справа, либо слева, первую карту. Любую. Например, взяли, отлиснули. Далее, скажи, любую карту. Он говорит число 2. Мы там читаем. Раз, два. Он говорит, теперь 1 или 2. Он говорит, 2. Пожалуйста, 1, 2. Отлиснули в сторону. И теперь, он говорит, число 1. Пожалуйста, вот это одна карта. Это мы убираем. Но, наша задача оставить карту зрителя, либо сразу же ее спихнуть, либо оставить в самый конец. Ну вот, у нас осталась эта карта. Мы говорим, положи на нее ручку. Здесь мы показываем зрителю, опять же, туз крести, туз пик и туз черви. Все. То есть, в этом и заключается весь фокус. Мы обещаем одно, выходит другое. Но, также, еще можно, пока зритель держит руку здесь, пока зрителю мы не показали вот эти карты, мы можем сделать так, чтобы этот туз, буби, который, к примеру, в данный момент остался, он оказался в центре колоды перевернутый. Мы просто, пока держит зрителю руку на карте, пока мы не показали вот эти вот три карты, мы берем и делаем следующее. Подсняли вот так вот одну карту. Сделали на ней брейк, зазор. Теперь мы берем пол колоды и переворачиваем. Эти перевернутые пол колоды мы кладем сверху. И далее, все, что осталось ниже брейка, мы берем и переворачиваем либо вниз, и мы больше ничего не делаем, либо мы кладем вверх. И тогда нам нужно будет еще один раз подснять, поскольку туз у нас один здесь перевернутый. Вот, к примеру, мы подсняли, щелкнули пальцем и, можно пока без щелканья, конечно, показали здесь три карты. Он думает, ага, значит, нету туза буби. Потом он смотрит здесь, здесь его карта. А вы говорите, и теперь смотри внимательно. Раскрываете ленту, а здесь у вас еще и туз в центре перевернутый. Это еще, еще усиление эффекта. Вот такой вот был очень простой эффектный фокус с картами. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу. До новых встреч. Пока.